Армия Украины в 20 километрах от Кременной. Дальше только Северодонецк и Лисичанск. Какие перспективы у российских солдат? Будут обороняться или побегут, как из Лимана? Смотрите далее. Вечером 2 октября официальные лица ВСУ подтвердили село Торское Краматорского района Донецкой области под контролем украинских военных. Этот населенный пункт расположен в 20 километрах от Кременной Луганской области. И до нее не придется идти через лес или степь. К городу ведет трасса. Но российские военные пока бежать не спешат. Главная проблема на сегодняшний день, я думаю, это та линия обороны, которую противник сейчас выстоит вокруг Кременной. Они ее нехорадочно строят. И это, наверное, послужит основным препятствием для продвижения украинской армии. А коль скоро они строят линию обороны, то, очевидно, они будут защищаться. То есть, по всей видимости, придется за этот город сражаться. В ИСУ не останавливаются и поражают огнем артиллерии оккупационные подразделения в Кременной. Российские военные в панике. Пацаны, сейчас встретили, они последние. Впереди никого нет. Огонь! Огонь! Вышли из Кременной, блядь! Вот очко, а! С**ть! Как страшно, блядь! А военкоры, похоже, готовятся собирать вещи. Ну вот. Идет обстрел Кременной и ствольной артиллерии. Противник бьет, видимо, по колоннам, которые пытаются заходить сейчас сюда для организации обороны на лиманском направлении. По информации бойца в ИСУ Кирилла Сазонова, в Кременной находятся российские военные, которые бежали из лимана. Они деморализованы, но выполняют приказ держаться любой ценой и ждать помощь. Ну, мы видим, как помощь шла в лиман. Это был просто анекдот. Они перебросили, у нас была информация, что порядка тысячи бойцов личного состава россиян идет на выручку в лиман. Тысяча – это много, и это большая проблема. Поэтому мы были настроены на очень жесткий замес. А они прислали эту тысячу явных новобранцев, ну, чмобиков, как мы их называем, частично мобилизованных. И они, даже не попав под серьезный артобстрел, они просто столкнулись с нашей, ну, условно говоря, пехотой. Их обстреляли из автоматов, и они побежали, сразу побежали. То есть практически без сопротивления. Бежали грамотно, бежали быстро, в расцепную, чтобы их не накрыли. То есть бежать они уже научились. Если ВСУ войдут в Кременную, как это было с Лиманом, вскоре карта боевых действий может кардинально измениться. Ведь дорога из Кременной ведет на Лисичанск и Северодонецк. Есть информация о том, что оккупанты организовывают сейчас эвакуацию здесь часто. То есть они осознают опасность на Лисичном городе для них. Но здесь надо смотреть, насколько, скажем так, насколько есть готовность входить в эту агломерацию. То есть, как мы помним, попило достаточное крови оккупантов, когда они пытались ее взять весной-летом. Военкор-пропагандист Семен Пегов в своем телеграм-канале уже смирился с будущей потерей Кременной и пишет о трех преградах для ВСУ на пути к Северодонецку и Лисичанску. Водная в виде Красной реки в Луганской области – это левый приток Северского Донца. За ней крупный лесной массив. Третье препятствие – Северский Донец, который нужно форсировать. Они верили в водную преграду река Червоный Оскол, но что-то не получилось из нее преграды. Лисичанск на этом берегу, Северодонецк на другом. Да, форсировать Северский Донец тяжело будет, но я думаю, что есть варианты, есть сценарий. И не обязательно идти прямо из Лисичанского на Северодонецк. Можно переправиться на другом участке и зайти сбоку. Поэтому кадры преодоления пехоты и природных преград скорее останутся для российских фильмов про войну. У ВСУ – другая тактика. Военные не пройдут в лобовую, конечно же. И понимание ведения боевых действий нашими военными, оно находится на уровне 21 века. Радость в Кремле от так называемого воссоединения с четырьмя регионами Украины сменилась тяжелой реальностью на всех участках фронта. Если они убегут, мы просто зайдем и зачистим. Если они будут обороняться, будем брать тактику. Украинцы все-таки это наша земля, наши города, там есть гражданские. Поэтому мы не равняем, как они равняли Мариуполь с землей. Все происходит, как происходило в Лимане. Мы заходим с разных сторон, берем город в котел. И русские, видя, что они могут оказаться в котле, просто убегают сами. Военные администрации Донбасса и другие структуры уже на низком старте. Все готовы восстанавливать жизнь на деоккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Однако для этого нужно отодвинуть линию фронта от освобожденных городов, чтобы российская артиллерия не доставала до мирных жителей. Дальность действия ствольной артиллерии 25-30 километров. Дальность действия градов до 40 километров. Реки на системе залпового огня в зависимости от этих модификаций 20-40 километров. Ураган 35-40 километров. Смерч 70 километров. Ну, то есть в среднем для того, чтобы минимизировать вред от артиллерии, ну, хотя бы нужно отодвинуть линию фронта от освобожденных городов, ну, хотя бы километров на 40. Даже деоккупировав украинские города и села, жить зимой в них будет сложно. Отходя с позиции, российские военные уничтожают всю инфраструктуру, которая обеспечивает жизнедеятельность – вода, электро и теплоснабжение. Тут совет для всех тех, кто живет, кто живет мирные наши граждане, мирные наши украинцы, которые остались на оккупированной территории Донбасса. У них, к ним совет просто покидать эту территорию. Почему? Потому что даже после того, как там произойдет очистка, стоит вопрос, дальше мы заходим в зиму. И мы видим, что никто из Министерства обороны, из Генерального штаба не старается сделать быстро, красиво, к какой-то дате. Берегут личный состав, берегут украинскую армию, потому что если мы положим армию, как и уложили русские, то дальше воевать и защищать будет некому. В сравнении с февралем у украинской армии сейчас значительно больше оружия. А 1 октября вступил в силу исторический закон США Ленд-Лизе для Украины. В ИСУ получат беспрецедентную помощь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на новости Донбасса, чтобы не пропустить важное.